О святом первомученике Стефане. Увенчаем святами похвал Стефана и осыплен его розами хвалебных песен. Сам он уже увенчал себя победными наградами веры. Несмотря на то, что написано, не бойтесь убивающих. 10.28 Матфея. Привязанность к телу преодолевается с трудом. Но когда этот юноша решил воспринять венец мученичества, всякая трудность исчезла, робость и страх он совершенно уничтожил. Он не боялся ярости первосвященников, не страшился дерзости священников, не ужасался словами старейшин и не смущался угрозами книжников, не лишали его бодрости речил за свидетелей. С какой-то благородной решимости спешил он на борьбу за Христа. Кто же из смертных воздаст достойные похвалы подвижнику? Кто из людей сплетет венок, соответствующий его подвигу? Какой язык сможет изъяснить славу победителя? Какие уста отверзутся на восхваление подвигов Стефана? Какие смогут высказать доблесть первомученика? На земле подвязался он и устремлял свой взор к небесному, обращался в жизни, а прилежал к горнему, беседовал со смертными, а сопричислялся к бессмертным, боролся с людьми, а ликовал с ангелами. Всякий возраст пусть теперь будет тверд. Стефан победил, а начальник злобы пал. Теперь из седой старости подвязающийся пусть имеет надежду, так как и в старости правильно поступающий получает венцы. И юноша, выдержавший борьбу, увенчивается. И отрок состязавшийся приносит с собой дары. И малые дети, подвергшиеся борьбе, приносят с собой венцы. И женщины, принимавшие участие в борьбе, увенчиваются славою. И девицы, состязавшиеся, приносят с собой победы. Теперь, когда Стефан отверз дверь мученичества, всякий возраст пусть спешит на подвиг мученичества. Первый противостал Стефан Тирану. Первый одержал над ним победу. Первый положил начало этому добропобедному подвигу. Первый за Христа претерпел страсти Христовы. Показал смертным, как поражает смерть. Показал смертным, как умерщвление вменяется в посмеяние. Указал вращающимся в жизни путь восхождения к небу. Деяния апостолов. 6 глава. 8 стих. А Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Благодать духа увлекала Стефана все к большему и большему преуспеянию, потому что беспредельность его веры возбуждала в нем ревность. Поставленный яконом, он явил себя мучеником. Назначенный для нужд вдовица, он употребил благодать на чудеса. Был назначен служителем трапезы и сделался совершителем чудес. Стефан же, исполненный верой и силой. Пусть, говорит Стефан, по имени своему будет венком победы. Именно Стефан, опытом исследовавший борьбу, никому неизвестную, показавший миру сражение беспримерное. Это не свойственно человеческой природе. И Стефан один противостал бестелесному воинству. Вера возбудила его к таким подвигам. Надежда дала ему силы бороться до конца. Стефан же, исполненный веры и силы, Стефан показал начальника злобы пленникам. Доблестную решительность и возвик над ним трофей. Приготовил слезы демонам, а людям радость. И явился вождем сражающихся за Христа. Кто бы не предпринял теперь борьбу за Христа, в Стефане он имеет учителя. Кто бы не выступил на подвиге мученичества, он будет подражать Стефану. Стефан – начальник подвязающихся за Христа. Стефан – основание умирающих за него. Стефан – исполненный веры и силы. Отовсюду укреплен этот воин Христов. Отовсюду защищен бронёю благочестивый военачальник. Достаточно, говорят, этого для победы. Довольно для того, чтобы воздвигнуть трофеи. Вера и сила и начальника злобы победила. И иудеев изумили. Исполненный веры и силы совершал великие чудеса и знамения в народе. Множество чудес явил избранный. Великие знамения совершил воин Христов. Творя знамения и чудеса в людях. Хромым давал он способность ходить. Расслабленным дарил здоровье, чтобы возбудить к зависти первосвященников. До такой степени страшно он желал вкусить смерть за Христа. Тогда-то вооружается против него в пятиграде нечестивейших людей. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и керенецов и александрийцев и некоторые из Килики и Афии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. О, какое множество собрала злоба! О, сколько народу соединила зависть! Либертинцев, керенецов, александрийцев, некоторых из Килики и Афии! Бесчисленное, уговорится, множество восстало против одного воина. Необозримая толпа устремилась против одного героя. Из пяти городов люди накинулись на одного юношу. О, неисцельная злоба иудеев! Самым видом хотели они испугать борца с измерной многочисленностью подавить его дух. К этой цели направляются все усилия презренных людей, и прежде всего они слетают для Стефана слова искушения. Восстали сказано некоторые из так называемой синагоги и либертинцев, и керенецов, и александрийцев, и скилики, и асии. И стали состязаться со Стефаном. Зачем, говорят они, юноша, неосмотрительно оскорбляешь божество? Зачем ухищренными речами убеждаешь людей? Зачем волнуешь народ обольщением чудес? Тайный же смысл подобных вопросов был таков. По-твоему, тот, кто рожден Марией, Бог? Сын плотника? Это создатель мира? Не вислеем ли его родина, а на заре от места воспитания? Твой Бог родился на земле. Твой Бог, как слабый младенец, был завернут пеленой и лежал в яслях. Бежал от разгневанного Ирода, принял крещение от Иоанна, страдал от голода и жажды, чувствовал усталость и сон. Был схватен и не мог бежать, подвергся бичеванию и не мог себя оправдать. Был пригвозден, как в крестуле, не мог сойти. Самая кончина его была позором и проклятием. Он был погребен во гробе, а ведь мечтал быть в небесах, во всем подобен смертным, хотя и проповедовал, что есть загробная жизнь. Итак, Бог, по-твоему, соизволил претерпеть все это? Бог не повелел умертвить и не мертвил сам тех, кто наложил на него руки, не поразил их внезапной смертью. Выбирай же одно из двух, или оставь все эти заблуждения, или умри, одинаковой с ним смертью. 626. Это и подобное говорили вопрошатели Стефана. Затем Стефан отвечал им, не вы ли хранители пророческих писаний, не вы ли почиваете на книгах Ветхого Завета, не говорили ли вы друг другу? Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, а сего не знаем, откуда он. Мы Моисеевы ученики. Иоанна 19, 29. Но разве не Моисей говорил, пророка от братьев ваших, как меня восставит вам Господь Бог, его слушайте? В старозаконе 18, 15. Разве Михей давным-давно не написал, и ты, Ветхлием, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, из тебя произойдет вождь? Михея 5, 2. Разве Исаия не предвозвестил рождение его от неискуссобрачной? Все Дева в очреве приимет. 7, 14. Разве не предсказал пророкам вакуум возлежания в яслях животных? Посреди двух животных познан будешь. Не говорил ли Исаия о бегстве в Египет от Ирода? Все Господь на облаке легком приедет в Египет. Исаия 19, 1. Не предрек ли Давид в бегство вод и Ордана? Видели тебя воды, Божия! Видели тебя воды и убоялись! Солом 76, 17. Не предсказывал ли Исаия конца болезни и труда? Тот, не дуги наши, принял и понес болезни. 53, 4. Не предсказал ли пророк Давид силу гвоздей? Пронзили руки мои и ноги мои. 21, 17. Не пригвождение ли к древу предвозвестил Моисей? И увидите жизнь вашу, висящую на древе. Старозаконие 28, 66. Не погребение ли во гробе предначертал Иаков? Лег, уснул как лев. 49, 9. Не воскресение ли взывал некогда Давид? Воскресни, Боже, суди землю. Солом 81, 8. Не он же ли предсказал и вознесение? Вошел Бог при воскресании. Солом 46, 6. Покажите-то на другом ком-нибудь исполнение этих пророчеств. Или поклонитесь распятому как Богу. Безумные! Не ведая пророчества Моисеева, вы думали распять простого человека. А вас ведь, или лучше, в обличие ваше, в обличение, вопиет Павел, сосуд избранный. Если его уразумели, то не распяли вы Господа славы. 1 Коринфян 2, 8. В том же обличает вас Верховный из апостолов, говоря, вы со святого и праведного отреклись и испросили себе мужа убийцу дать вам, а начальника жизни убили. Диане 3, 14. Этот вопль ваш издавна предвиде говорил Исаия, горе называющим горькое сладким и сладкое горьким. 5, 20. Когда таким-то образом беседовал с ними Стефан, то не могли противостать мудрости и духу, которым он говорил. И хорошо сказано, противостать, как выше сказано. Восстали некоторые от собрания. Так здесь не могли противостать. Значит, к молчанию принуждены были их языки, заграждены были их уста, припрятаны были стрелы слов, ослаблены луки речей. Под языком скрыто, как ее злобы. Не могли противостать премудростью и духу, которым он говорил. О, дивное дело! И как хорошо изображено все это у славного луки! С какой полнотой осуществлены здесь обетования Христовы! Ведь Христос сказал, «Я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противостать все противящиеся вам!» Лука 21, 15. А здесь как раз и говорится, «Не могли противостать премудрости и духу, которым говорил». Какой премудрости? Самому Христу, глаголовшему в нем. Что Христос – мудрость, это подтверждает и Павел. Христос – Божия сила и Божия премудрость. 1 Коринфянам 1, 24. А что он сам говорит в тех, которые ему воздают благодарность? Об этом тот же апостол в другом месте пишет. «Вы ищите доказательства на то, Христос ли говорит во мне, Он не бессилен для вас, но силен в вас». 2 Коринфянам 13, 3. «И не могли противостать премудрости, то есть Христу. Да и кто мог бы противостать Ему с успехом? И не могли противостать мудрости и духу, которым говорил». Какому духу? Утешителю, о котором и раньше говорил гея-писатель. Стефан же исполненный веры и силы и в другом месте исполненный духа возрел на небо, увидел славу Божию. Тогда, говорит он в 11 стихе, «Научили они некоторых сказать. Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога». Лжесвидетельство сменило зависть. Возбудили народ. Серебром купили ложь, говоря, «Идите, почтенные мужи, послужите нам вашим трудом. Нашим планом пусть посодействует ваш язык. Нашим советом пусть поработает ваше уста. Там какой-то восстал мститель за галилеянина, явился защитник и его поборник. Он почитает Богом, лежащего в огробе, проповедует как о Творце о том, кто заключен в могиле. Самосбродствует, что положенные в гробе находятся теперь на небе. Распространяет молву, что принявший бичевание от воинов, теперь пребывает среди воинств небесных. Что тот, который и самого себя оправдать не мог, явится судьей всего создания. Иосиф положил тело его во гробе, а этот вот мечтает, что он одесну и Бога. Ученики отказались от него, как обманщика, а этот говорит, что всякий язык будет его исповедовать. С креста не мог сойти, галилеянин, а тут человек хвалится, что он вторично придет с неба. Злодеи хулили Иисуса за то, что он не мог спасти ни себя, ни их, а он во всеуслышание провозглашает, что Иисус-то и есть Спаситель мира. Видали ли вы когда-нибудь такую дерзость? Слыхали ли слова столь безумные и хульные? Итак, посодействуйте теперь расследованию дела, и вы приобретете у современников блестящую славу. На такие-то предложения потомки предателя на усея отвечают им такими словами. Слышали ли его, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога? Против самого законодателя, говорят, он дерзнул сказать. Тот заповедал нам, говоря, «Люди, внимайте закону моему!» Салом 87.1. А этот провозглашает, что Иисус изменит обычаи, которые предал нам Моисей. Он похулил Моисея, чтимого всем народом, в союзе со всей тварью, освободившего народ от тяжкого рабства, жезлом разделившего воды моря, молитвой потопившего полчища египетские, молитвой воздвигшего среди ночи небесный столб, питавшего народ небесным невозделанным хлебом, жезлом истофившего поток из бесплодного камня. На Моисея, да что говорить о Моисее, и на Бога! На самое небо изострил он стрелы, против самого Творца возвик язык. Мертвеца проповедует Бога подобному Творцу. На Моисея и на Бога! И возбудили народ, и старейшин, и книжников, и напав, схватили его, и повели в Синедрион. Стих 12. Они раздражили народ, и тогда схватили Степана. Звери схватили отцу, и привели в Синедрион, исполненный лицемерие и завистью. Синедрион, чуждый истины и лишенной правды. Привели его в Синедрион, о котором давно уже взывал Иеремия. Не сидел я в соннище беззаконных. 15.17. Поставили же и свидетелей, представили ложных, которые говорили, этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. В святилище, говорят, не постыдился он без чести. Такое место, где читаются священные слова, где писание пророков оглашает своды, где скрижали и небесная манна, где кивот и жеза ларонов, где седина архиереев и достоинства священников, и честь книжников. О таком-то месте, говорит он легкомысленно, храм представляет ничтожным. И не только о святилище осмелился он говорить так, но и о законе. Заблуждается, что закон был тенью. О Ветхом Завете зерзости проповедует, как о прообразе. Галилеянина ставит выше Моисея. Сына Мариина почитает больше законодателя. Не постыдился достоинства пресвятеров, не устранился множество книжников, но извергнул хулы на святое место и на закон. 629. Что же именно говорят они? Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. Стих 14. Угрожает нам мертвым, как младыкой. Спокойники указывает нам Господа. Иисус Назарей воскреснет и разорит место сие. Обезумел, говорят этот юноша. Он не знает цены этому храму. Забыл, сколько трудов пошло на его построение. Мудрость Соломона воссоздала этот храм. Помощницей в этом деле для мудрого Соломона была благодать свыше. Немало трудностей пришлось преодолевать в этой работе. 80 тысяч ломали камни в горах. 70 тысяч рубили деревья. 30 тысяч занимались переноской камня. Одних надсмотрщиков заработали было 3600. Щедрой рукой свипались издержки на постройку. Несмотря на это, едва в 46 лет оказалось возможным завершить это дело. А этот человек утверждает, что Иисус Назарей разорит место сие. Мало этого, он будто бы изменит и обычаи, которые предал нам Моисей. Святейшая суббота будет будто бы упразднена им. Обрезание по закону будет отменено Назареем. Новомесячие наши как суетные, осужденные им на уничтожение. Для сына Марии будто бы нет ничего святого в празднике Кущей. Его проповедник бредит, что жертвы наши не принимаются Богом. Он уверяет, что окропление и законное очищение упразднено распятым. Но кто не знает, какова была судьба Назаремина. Когда же мертвый может мстить живым? Исайя был распилен, и разве кто мстит за него? Иеремия задушен, и не мог отомстить. На Луфея побит камнями, и кто явился мстителем за него? За кария, за холод, и мы до сих пор остаемся безнаказанными. И вдруг выступает поборник за распятого Назарея. Мертвец является нашим обвинителем, нам угрожает, как судьей, лежащим во гробе. После всех этих ложных обвинений, возрев все сидящие в соннище, они метали на него грозные взоры, с гневом наступили против него брови, желая самым видом своим поразить противника, и тем самым в злобе свое оправдое пророческое слово. «Посмотрите, грешные, на праведного, и ищите умертвить его, подсматривайте за ним». Псалом 26.32 И воззрели все видящие в Синедрионе на него и видели лицо его, как лицо ангела. Радость о мученичестве, выступившей на лице его, озарила юношу ангельской благодатью. Но почему же, как лицо ангела? Чтобы исполнилось слово Христа, которое он сказал. «В воскресенье не женятся, не выходят замуж, но как ангелы Божии на небесах». Матфея 22.30 Так просияли Моисей и Илья на горе, когда беседовали с Иисусом. Так что ученики, увидевшие их, упали на лица свои. Матфея 17.6 Так просияют все правеньки в царстве Отца их. Матфея 13.43 И видели лицо его, как лицо ангела. Тогда сказал архиерей, сперосвященник, так ли это? Деяние 7.1 О, слова, исполненные лицемерие! О, речи, внушенные завистью и ложью! Так ли сие? Ты осмелился, о человек, унизить законодателя, Моисея? Может быть, ты и Богу противопоставляешь какого-нибудь противника? Ты бесчестил, поносил это святое место? Не воображаешь ли ты, что данный Богом закон непрочен? Не думаешь ли ты назареем заменить все то, что ведет свое начало от Моисея? Великие бедствия ты приготовляешь сам для себя! На это первомученик отвечал Мужи, братья и отцы, послушайте Бог славы явился отцу нашему Аврааму вместо Потамии, прежде переселения его в Харан Пусть, говорит, теперь всякий возраст примет подобающему честь Мужи, братья и отцы, послушайте Не говорю, убедитесь, потому что не ожидаю, чтобы вы убедились Послушайте только Не в Иерусалиме, не в этом прославленном храме, но в Месопотамии, где просветало идолопоклонство, где земля попиралась безбожниками, в Месопотамии, где воздавалось поклонение истуканам, где божеская честь усвоялась камню и дереву Там явился Бог нашему прадцу, ведь он знал, что среди тернии рождается роза, и среди волчцов возникает благородный хлебный злак Так именно, розой между терниями, лилией между бурьяном, явился многострадальный еох в распутной стране аксидидийской Как светильник сиял он во тьме неведения своими добродетелями, как басня сражений был виден всем небесным силам От земли до неба возвышалась своими подвигами, от глубины и высоты возрастил он плоды правды А Бог, обоняв их, как было и сноем после потопа, и в благоухание приятное, услышал Господь Бытие 8.21 Засвидетельствовал о своем слуге Вот человек праведный, истинный, богочестивый, удаляющийся от всякого зла, прежде закона, исполняющий требования закона Имея природный закон, он не нуждается в писанном законе И Богу известны от века все дела его И так говорит Аврааму Выйди из земли твоей и из родства твоего, и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе Выйди из земли твоей Тяжелый, судя по-человечески, эти повеления патриарху Покинь, говорит Отечество, оставь весь народ Брось землю, в которой ты родился, откажись от отца и матери Но ничто подобное не поколебало патриарха Не размышлял он сам с собой, как обыкновенный смертный Неизвестно ведь то, что обещает мне явившийся Надежны ли его обещания? Что же, пожалуй, я оставлю то, что у меня в руках И устремлюсь за невиданным Оставлю почву, на которой стою И буду искать неизвестный Ни о чем подобном не размышлял отец народов Но получил приказание И тотчас отправился в путь Услышал заповедь И устремился на поиски неизвестного Верою зажжена была у него такая любовь Представляя себе уже совершившимся то, что было обетовано Он тем более спешил выйти из Отечества Выйди, говорит, от земли твоей От бедр твоих От тебя по плоти хочу я родиться Ничего тебе я не обещаю Довольно себя из того, что ты называешь меня отцом Что ты называешься моим отцом Назовешься Книга родства Иисуса Христа сына Давидова сына Авраамова Матфея 1.1 Затем изобразив то, как Авраам повиновался Одному голосу божественного призвания Как Бог предсказал ему порабощение его потомства Осужденного на четыре столетия тяжкой работы в Египте И то, как десницей Божией они будут освобождены от Игоя И как заключил с ним Бог завет обрезания Святой Стефан говорит, наконец, о необычайном рождении Исаака И о том, что на восьмой день обрезал его отец Как было ему заповедано Точно так же сказал он о рождении Иакова от Исаака И о том, как Иаков сделался отцом двенадцати патриархов Сказал так же и о зависти к Иосифу и его братьям И о продаже его братьям и в Египет И о том, как нашел он благоволение своей мудрости у царя египетского И как после рабства сделался господином и мудрецом Сказал о том, как случился голод почти во всем мире И как жители Ханаана от недостатка пищи Продавали все самое дорогое для себя И как Иосиф в славе открылся братьям своим И как переселил себе в Египет патриарха Иакова Как в числе восьмидесяти пяти душ Иаков переселился туда И как безмерно умножился Израиль в Египте И как восстал другой царь, не знавший Иосифа И какими ухищрениями озлобил он народ израильский И как новорожденных младенцев мужеского пола бросал в реку Нил Сказал затем о рождении законодателя Моисея И о том, как он был брошен родителями в корзине И как взяла его к себе дочь фараона, царя египетского И как он был обучен всей мудрости египетской И как показался сильным в словах и делах И как по достижении сорокалетнего возраста Пошел он посмотреть на род свой И увидел израильтянина обижаемого И ступившись за него, убил египтянина И как стал мирить дравшийся израильтян И соплеменник укорил его в совершенном им убийстве И как из-за этого укора он бежал в землю мадиамскую И там сделался отцом двух сыновей И как явился ему ангел в горе Синайской И он увидел мирное соединение огня и терновника И услышал божественный голос с неба И как он трепетал, не смея созерцать чудо И как получил приказание снять сапоги от ног своих И услышал, что место, на котором он стоит, есть земля святая И как при помощи чудес вывел народ из земли египетской И перевел Израиля через Красное море, как по суху Сказал и об идолослужении беззаконных под горою И о том, как сразу же после перехода через море Они променяли Бога на тельца И идолу приписали свою победу над египтянами Напомнил им и о пленении народа в Вавилоне И о том, как угоден был Богу Давид Обрезший благодать среди лицем Божиим И удостоенный наименования Отцом Христа Сказал, наконец, и о храме, созданном Соломоном И о том, что Бог не заключается в рукотворенных местах Пройдя таким образом всю историю отцов Степан при помощи Святого Духа Переходит, наконец, к их проступкам И говорит, жестоковыйные, непреклонные, необузданные Какая сила, какое испытание могло сломить ваше упорство? Разве не рабствовали вы фараону в Египте 400 лет? Разве не были порабощены в течение 18 лет Хусар-Сафом, царем сирийским? Разве не изнывали вы под владычеством Мавитян целых 18 лет? Разве не были порабощены От 5 на 20 лет хананеями? Разве не томились новых 80 лет Подвигом Мадинитян? Разве не были 18 других лет Обладаемые аммонитянами? Разве не подпали затем Под власть филистимлян на 40 лет? Не 70 ли лет длилось рабство бавилонское? Не переселял ли вас Салмонасар в горы Халдейские? И никакое принуждение не изменило, однако, Вашего расположения? Жестоковыйные! Вас не обуздало делание корзин в Египте Не смягчило собирание солому Не сломили труды в делании кирпичей До сих пор выслушивали они речь Стефана А затем вывели его вон из города И побивали камнями Стих 58 Где царя распяли, там и воина побивает камнями И вывели его из города И побивали камнями Но и под ударами камней Борец торжествовал в победу С таким возрастом обратившись к Создателю Господи Иисусе, прими дух мой! Господи Иисусе, по воле Отчия восприявший страсть По решению родившего, претерпевшей смерть Прими дух мой! Возьми из тела мою душу Вынеси отсюда бестелесную Прими дух мой! Увенчанный всяческими добродетелями Прими дух мой! Течение совершил, веру сохранил 2 Тимофея 4,7 И теперь прошу, прими дух мой! Поскольку я облечен пленным телом, я страшусь Поскольку я ношу земную плоть, я боюсь Не погубить бы трудов своих после всех трудов Трепещу! Не оставься бы после борьбы неувенчанным После подвигов не потерять бы награды Прими же дух мой! Дьявол будет огорчен, что лишился победы Начальник злобу будет плакать, что не одолел смертного Бестелесные будут скорбеть, что находящиеся в плоти Смеются над страданиями Прими дух мой! И преклонив колени, восклифнул громким голосом «Господи, не именим греха сего!» И сказав «Сие почил!» И чтобы ты видел, что он молится с усердием Не просто молится стоя и кланяясь Но преклонил колени, сказал «С глубоким чувством и с великим состраданием» Для праведных смерть есть сон Кончина для мудрых есть упокоение И потому смерть есть сон Что как бы из какого сопенения, пробудившись от смерти к воскресению Они будут затем наслаждаться вечными благами Но добудем и всеми участниками этих благ благодатью и предстательством Христа Через Которого и с Которым слава Отцу во Святом Духе Утешителе Изначало, ныне и присно, и во веки веков Аминь